Всем привет! Вам что-нибудь говорит название? Энергетик Бир Не говорит, а вот американцам говорит Вновь русские хакеры атаковали американцев На секундочку, 24 июля 2018 год В американских СМИ взрыв Русские хакеры опять Ну что ж, давайте посмотрим, что там сделали русские хакеры Dragonfly или Energetic Bear Так министерство внутренней безопасности США называет хакеров, которые проникли в американские энергосистемы Ох уж эти русские хакеры Везде со своим биром лезут Что не название, то обязательно То красный медведь То желтый медведь То зеленый медведь Сейчас уже Energetic Bean Смотрим дальше Атаку впервые засекли еще два года назад Она продолжалась весь прошлый год и позволила хакерам получить доступ к сотням энергокомпаниям То есть понимаете масштабы взлома? Это сотни, сотни компаний На власти США это могло привести к масштабному отключению электричества Аналогичные атаки ранее фиксировали в Украине В декабре 2015 года в результате хакерской атаки без света осталась Ивано-Франковская область А через год несколько районов Киева Ну так все понятно Потренировались на Украине И потом поперли на США Это ж логично Хакеры получали пароли Захватывали допустим роутер Через роутер заходили в локальную сеть То есть потихонечку атака шла такая без использования вируса У нас же в 2015-2016 году использовали вирусы То есть с помощью фишинг писем Рассылались сообщения или в виде вложений Или на ссылка на сайт Зайдите скачайте очень важную программу Ну а почему бы и нет Сотни энергокомпаний американских Взломали с помощью спам писем Ну то есть чтобы вы понимали Фишинг письма это обычный спам Который приходит на почту Они автоматически отправляются в папку спама Надо залезть туда Надо перейти по ссылке Надо скачать себе зараженную вирусом программу И надо на компьютере Активировать эту программу И тогда да Тогда ты сольешь данные Но на эту хрень повестись может только человек Который впервые столкнулся с интернетом Вообще вот прям Только включил интернет О дай-ка я зайду вот на эту ссылочку нажму Потому что остальные люди уже давно знают Что это все спам и это все вирусы В Штатах вирусы не используются Как официально заявляют власти Там немножко другой подход Но тот же фишинг Только люди заманивали на специальные сайты Поставные чтобы выгнать у них пароли Мне вот интересно Его самого не смущает ничего в том что он говорит То есть сейчас он хочет сказать о том Что американцев Вот этих вот работников Этих энергокомпаний Ну грубо говоря Уговорили отдать пароли Ну то есть различными путями Различными манипуляциями Просто вручную в процессе беседы Выманили пароли Угу Да Наверное так и было Власти США считают Что за Dragonfly стоит российское правительство Ну естественно Естественно стоит Кремль За этими хакерами Более того Лично Путин Вел переговоры с работниками этих компаний И выуживал пароли Все это знают Об атаках российских хакеров на энергетический сектор США Американские спецслужбы предупреждали еще в марте А в поле зрения экспертов по кибербезопасности Dragonfly попали еще раньше В 2014 году Спустя пару лет группа вернулась с обновленными технологиями Следы их вмешательства засекли не только в США Но и например в Турции и Швейцарии А на происхождение намекали части кода написанные на русском Аааа Ну это все меняет Части кода на русском намекали что это русские Вот части кода на французском намекали что это замыливание следов А части кода на английском просто молчали Ни на что не намекали Правда были в нем и части на французском Один из языков по оценке американской компании Semantic Corporation Занимающейся киберзащитой Использовали для отвлечения внимания Классика Обвиняли российских хакеров и пострадавшие от взлома электростанций украинские власти Опять же никаких доказательств пока не предоставлено Будем ждать доказательств Ждите Они наверняка когда-нибудь появятся Или не появятся Как со всеми остальными обвинениями в сторону России Угу По Украине никто никаких доказательств не нашел До сих пор не предоставлено Заметьте Декабрь 15 Декабрь 16 В час уже июль 2018 Ничего не сделано Нашими совершенно спецслужбами Ничего не найдено Никаких доказательств Все заявления были такие Мы считаем что россияне без доказательств Привлекли американских экспертов Они там что-то посмотрели Ну мы думаем что это американцы Опять же предположение Собственно на этом можно заканчивать Очередное какое-то обвинение Без внятных доказательств Просто основываясь на догадках Русские хакеры И вся сенсация На деле оказалась пшиком Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok